Привет, я Женя, а это социальная сеть Facebook, которая наконец-то запустила приложение для просмотра видео 360. Теперь его можно лайкать, репостить и комментировать. По оценке Facebook приложение только начало работать, а в него уже загрузили более 1 миллиона виртуальных видео и 25 миллионов панорамных фото. И это не все новости на сегодня, так что оставайтесь со мной и узнаете. Как снимать видео 360 без специальной камеры? Когда появятся машины-автопилоты с дополненной реальности в лобовом стекле? Можно ли сделать макияж без единого косметического продукта? И какие еще известные сайты подсели на виртуальную реальность? Вслед за Facebook VR-режимом обзавелся и телеканал CNN. У него даже появился свой блог на YouTube, в котором можно посмотреть на главные политические события мира в формате 360. Не стал отставать и главный конкурент YouTube – видеохостинг Vimeo. Теперь сайт тоже поддерживает модный формат 360. Vimeo получил поддержку медиафайлов с разрешением 8К, а также отзавелся системой демонстрации моноскопического и стереоскопического изображения. Кроме того, на Vimeo появилась школа панорамного видео 360 Video School. Посмотреть такое видео теперь сможет каждый при помощи виртуальной гарнитуры для смартфона или VR-шлема. Если вы тоже хотите снимать видео 360, но специальной камеры нет, не расстраивайтесь. Появилось приложение, которое делает такую камеру из двух смартфонов. Смотрите, как это работает. Студия Aimfar из Нью-Джерси создала программу Camarado. В переводе с испанского Camarado означает «камера плюс друзья», потому что для того, чтобы сделать виртуальное видео, вам понадобится второй смартфон. Предполагается, что вы возьмете его у друга. Затем нужно запустить приложение сразу на двух Android-смартфонах. Camarado автоматически связывает камеры устройств и начинает записывать видео 360. После записи приложение само сшивает полученные изображения. Чудеса, да и только. Кстати, приложение уже можно скачать и попробовать в Google Play. Чудеса с применением последних технологий показали и производители автоконцернов. В общем, будущее уже не за горами. И в 2020 году на дорогах появятся беспилотные авто с функцией до полной реальности. Немецкий автоконцерн Volkswagen произвел настоящий фурор на автосалоне в Женеве, показав беспилотный автомобиль с аэрначинкой из Cedric. Это умный электрокар, у которого нет ни руля, ни педалей. К счастью, колеса есть. А также встроенная система управления. То есть, авто движется само, при этом знает все правила движения, маршрут и имеет OLED-экран, оснащенный системой дополненной реальности. Во время движения на экране выводится не только информация о дороге, но и любой развлекательный контент. Мощность мотора Cedric составляет 136 лошадиных сил, а аккумулятора хватит на 400 километров. Volkswagen Group пообещали, что Cedric появится в 2025 году. Тем временем китайская компания Nio свой суперкар планирует вывести на рынок уже в 2020 году, то есть всего через три года. Их детище называется Nio EVE. Это тоже авто с автопилотом и с системой дополненной реальности. Машиной можно управлять посредством голосовых команд. Заряжается авто рекордно быстро, 10 минут, и после этого может проехать 320 километров. Цена Nio EVE пока неизвестна. Ну а пока китайцы используют дополненную реальность не только в авто, ну и чтобы делать макияж. Так в одном из магазинов косметики появился киоск со специальной программой, которая за секунды делает пользователя красоткой. Называется эта программа Perfect Corporation и была скачена на смартфоны более 400 миллионов раз во всем мире. Ну а теперь приложение еще и обзавелось собственными киосками, которые будут размещены в разных магазинах косметики. Приложение сканирует лицо, а потом предлагает разные образы. Причем макияж делает с использованием продуктов, которые вполне можно купить в бьюти-шопе. Это существенно экономит время и клиентов, и продавцов. А еще вместе с этим приложением можно делать прикольные селфи, когда нет времени на макияж, а собрать лайков хочется. И еще немного о дополненной реальности. Помните программу Shazam, которая определяет музыку? Его создатели сделали такое же приложение, только теперь для предметов искусства. Называется оно Smartify и призвано помогать пользователю определить автора картины или скульптуры, которая ему очень понравилась. Работает приложение так. Наводишь смартфон на объект, а программа сканирует изображение и тут же выдает всю информацию. Кстати, идея не нова и совсем недавно появилось похожее приложение до полной реальности Magnus. В общем, скачивайте то, что вам нравится больше и начинайте поражать окружающих невероятными знаниями в области искусства. Это не Пикассо. Готовятся получать новые знания, а то и менять профессию работники закусочной в Калифорнии. Их место совсем скоро могут занять роботы. Одного уже взяли на работу и он уже вовсю делает бургеры. Устроила фастфуд Калибургер такого робота компания Miss Robotics. Их робот котлета-жар по имени Флиппи теперь целыми днями жарит мясо и кормит клиентов. Робот Флиппи умеет переворачивать и следить за стадией готовности котлет. Также он различает на вид мясо, хлеб, сыр, курицу и овощи. Если Флиппи будет вести себя хорошо и вместо бургера не зажарит кого-нибудь из сотрудников кафе, такой робот появится еще в 50 ресторанах сети. Что самое печальное, он займет место ныне работающих людей. Кстати, о таких роботах-поварах мечтают многие американцы и даже готовы поселить их у себя дома. Хотя разработчики игры The American Dream считают, что жители США мечтают совсем не об этом. Скандальный австралийский стартап опять нарывается на неприятности, выпустив новый трейлер. Студия Samurai Punk, известная своими смелыми взглядами на обстановку в США, несмотря на недовольство власти, решила добить всех новым видео к своей игре. Их шутер The American Dream уже успел получить статус скандального и спорного, так как высмеивает страсть американцев к оружию. По мнению разработчиков, в США существует настоящий оружейный культ. И если ситуация не изменится, то люди в стране будут выглядеть прямо как в трейлере. Шутки шутками, а некоторым политикам юмор не понравился, и игру даже предлагают запретить. Но студия все же отстояла права на самовыражение, и шутер выйдет летом. На данный момент подтверждена совместимость для HTC Vive, Oculus Rift и PlayStation VR. А вот студия Oculus решила не рисковать и сделала игру, которая понравится всем без исключения. Так пользователя ожидают путешествия на Международную космическую станцию, которая сделана точь-в-точь как настоящая. Называется игра Mission ISS и была создана при поддержке NASA, а также Европейского и Канадского космического агентства. Виртуальная орбитальная станция в игре — абсолютная копия реальной. Для этого разработчики использовали компьютерные модели NASA и советовались с экспертами на каждом этапе подготовки игры. Миссии такие же, как и у обычного космонавта, который работает на Международной космической станции. Например, произвести стыковку корабля или работать на станции прямо в открытом космосе. Mission ISS уже доступна бесплатно для обладателей Oculus Rift и контроллеров Oculus Touch. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и приходите к нам в клуб попробовать виртуальную реальность в деле. Всем хорошей весны! Пока! Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше выпусков от 3DWR. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!